Привет всем! Сегодня будет видео из Китая. Нахожусь я сейчас в Пекине, в столице. Давайте я вам сейчас покажу вид из окна. Вот такое вот у меня рабочее место. Повезло очень, что здесь отличный интернет, проводной интернет. Нету никаких проблем, как обычно в отелях проблемы с Wi-Fi. Давайте я вам покажу, какие здесь деньги. Китайские юани. Вот такая вот сотка. Это самый большой у них здесь номинал. Вот по новее купюра. Здесь у нас 14 долларов или 900 рублей. Также у меня с собой, как обычно, доллары. Без долларов никуда. Взял с собой карманные деньги. Вот такой вот уютный номер у меня. Итак, смотрите, много сегодня я вам расскажу интересного о Китае, обо всем. Смотрите, я пополнил Олимп, все-таки не удержался. Да, пополнил Олимп на 130 тысяч, дали мне 39 тысяч бонусами. Все-таки не удержался от этой фишки Олимпа с бонусами. Блин, некоторые мне говорят, что на Олимпе нужен оборот в... 40 раз народ, на Олимпе не нужно никакого оборота. Вы можете спокойно вывести свои вложенные деньги. Бонусы, конечно же, вам никто не даст. Сегодня, видите, на биткоине 60%. Он не очень удобно торговать. Наверное, я сегодня не буду торговать. Дали мне также 10 безрисковых сделок. Кстати, давайте попробуем одну безрисковую сделку включить. Активировать. Так, полетели. Так, активировал я, походу, да? Да. Одна безрисковая сделка активирована. Что вам еще рассказать? В Китае вообще, народ, не похож ни на одну из стран. Если вы думаете, что в Китае, например, ваш английский в 300 слов, или в 500, или в 1000 вас выручал, здесь он абсолютно не работает. Здесь люди английского вообще не понимают. Некоторые даже своего китайского не понимают. Общаться с людьми очень-очень тяжело, так как у них другая вообще культура, все по-другому. Общаюсь я с ними только на жестах, по-другому просто с ними нельзя общаться. Так, что у нас со сделкой? Также, народ, в Китае. В Китае заблокирован YouTube. В Китае заблокирован YouTube и все сервисы Google. Так что приходится пользоваться VPN-кой, но... Ну что там, зайдет, не зайдет? Не зашла сделка. Не зашла наша сделка. Не зашла наша сделка. Но проблема в том, что здесь не работают сайты с VPN-ом. Здесь очень тяжело. И я пользуюсь вот такой вот программой. Видите? Очень крутая программа. Вот она реально работает. Но все-таки опустился, не повезло. И то, она не работает, если я, например, выбираю страну, там, Украина, Россия. Как здесь? Надо отключиться сначала. Там или странность Европы. Нужно выбрать, было, ближайшую страну. Вот я выбрал Японию. Вроде бы работает. И, кстати, олимптрейк, бинома, тоже в Китае очень туго работают. Один раз работают, один раз не работают. Я не понимаю, в чем причина. Но с VPN вроде бы нормально работает. Вот такие вот проблемы. Все-таки, да, произошел отскок. Ну, как отскок. Давайте еще одну активируем безрисковую сделку. Отлично. Какое первое впечатление о Китае? Как сам город, да? Город похож на Харьков. Похож на обычный город. Обычные спальные районы. Все полностью как у нас. Вот если бы не было иероглифов, было бы все в точь-в-точь, как у нас на Украине или в России. Архитектура, конечно же, такая, как в Дубае. Обычные бетонные здания, обычные серые коробки. Вообще некрасиво. Знаете, как в старых европейских городах. Там классно, например. Ну, где я был? В Литве, в Вильнюсе, во Львове. Там вот это красивые города. То есть, берут своей архитектурой, своим колоритом. Здесь нет. Здесь нужно ходить в старые районы. И там вот, как бы, наслаждаться настоящим Китаем. А так в центре вообще некрасиво здесь. Отлично. Наша сделка зашла. Ну, видите, сегодня торговать как бы бессмысленно. Бессмысленно работает на Олимпе только один биткоин. Сегодня вам порассказываю много всякого интересного. Также по поводу погоды. Народ, вы не представляете, как здесь душно. Здесь очень-очень душно. Вот есть жарко, а есть душно. Вот лучше бы была жара, например, 40 градусов, да? Но здесь очень душно. Здесь вот только сидеть в отеле, да, с кондиционером. Там в ресторанах везде кондиционеры, конечно же. Но на улице просто нереально. Смог, везде асфальт, очень все. Ну, я бы здесь, летом здесь находиться просто нереально. Очень такой душный воздух, очень тяжело дышать. Такой в воздухе стоит, такой запах непонятный какой-то. Так что с этим здесь очень тяжело. Сегодня я себе просто выделил день на работу. Сегодня буду работать весь день. И завтра уже пойду смотреть город. Я два дня здесь, пока толком ничего не увидел. Хорошо, что я забронировал отель. Хорошо, что у меня была бронь. Если бы у меня не было брони, я бы, наверное, не снял здесь отель. Ну, снял бы, конечно же, но с большими трудностями. Люди здесь вообще ничего не понимают. Они даже, ну, как бы даже логики нету такой, как у нас. Да, там в европейских странах намного проще. Здесь вообще не так. Я показываю таксисту на карту. Взял на телефоне карту, да. Показываю мой отель. Ну, есть карта. Таксист видит улицу. Есть адрес, есть название отеля. Таксист меня не понимает. Я говорю сюда, он что-то на своем говорит и меня не понимает. Едет, как было. Он едет, ходит с моей фоткой, да. Берет мою фотку, идет в другие отели. Показывает вот этот вот отель и потом едет. Не туда опять доехал. Доехали мы в еще один отель. Он опять берет у меня телефон, идет, показывает фотографию. И как-то на третий раз мы доехали в мой отель. То есть, ну, как, ну, есть карта, есть отель, есть название улицы. Вот фотография. Он видит все улицы. Ну, это же таксист. Вот, и не может доехать. Так же и в ресторане. Показываешь на одно, они тебе что-то вообще другое говорят. Ну, просто на меню показываешь на еду. Так что здесь с этим очень тяжело. Так же у меня были вопросы. Вы мне задавали вопросы, как я, например, снимаю деньги, да. Ну, я думал, что это все знают, как бы. Как я снимаю деньги. Народ, с карточки. Карточка, виза или мастер-карт, она действует в любой стране. Если у вас карта Сбербанка, там, Приватбанка, да любого банка мира, вы просто идете, едете, летите с этой картой в любую страну, засовываете ее в банкомат и просто снимаете деньги. И все, просто вы будете, вы снимете деньги в валюте, в валюте той страны, куда вы прилетели. Вот и все. Любая карта подходит. Ваша зарплатная. До любого банка. Главное, чтобы было виза или мастер-карт. Да, вообще даже, или маэстро, там, что там еще есть. Ну, я с собой на всякий случай взял свою карту e-payments. Ну, и обычная моя карта для выплат, гривневая карта. Здесь, понятно же, она будет снимать в юанях, она конвертирует по ихнему курсу. Конечно же, банкоматы здесь тяжелые. Все на китайском. Повезло, что со мной ехала девушка, которая знала китайский. И то она, мы не могли с ней снять деньги. Мы попросили, она знает немного китайский, попросили там нам помочь человека. И он нам помог. Здесь просто, когда вводишь код, сразу же нужно нажимать Enter. Прямо на клавиатуре. А у нас нажимается Enter на самой кнопке банкомата. А там именно Enter нужно было нажать на клавиатуре. Я, конечно, сразу с десятого уже понял, как. То есть, я методом тыка, знаете, одни функции перепробовал, не работают. Другие функции перепробовал, тоже не работают. Ну, и так уже доходил уже. То есть, с каждым разом я продвигался все ближе и ближе. Ну, и все-таки деньги получилось снять. Также в ресторанах можно карточкой рассчитываться. В аэропорту сидели, в баре тоже рассчитались карточкой. Все очень просто. Также, что еще хотел рассказать. Так что, с деньгами вообще никаких нету проблем. Я, конечно же, буду все вам рассказывать во влоге. Конечно же, снимаю влог с Китая. А как буду ходить по всяким интересным местам. Конечно же, не без этого. Но хотел я вот, пока тут выйдет влог, я монтирую влоги спустя месяц после путешествия. Все уже это знают. Так что, лучше я вам вот сейчас так расскажу. Вообще, люблю свою работу. Путешествую по миру, зарабатываю деньги. Я даже год назад... Да какой год? Полгода назад. Это у меня началось такое с 2017 года. Даже полгода назад не мог себе представить, что я вот так вот буду жить. Буду зарабатывать деньги. В любой стране можно зарабатывать, можно путешествовать, можно наслаждаться жизнью. Главное, этого хотеть. Главное, для себя понимать четко, кем вы себя видите, кем вы хотите быть. Так что, такое вот видео получилось. Что-то еще хотел рассказать. Сегодня, кстати, биткоин упал. Я немного закинул деньги на биткоин. Купил себе еще один биткоин. Инвестирую как бы... Ну, в долгосрочную перспективу буду инвестировать. Просто положу, пусть лежит. Может, там он за 10 лет поднимется или упадет. Не важно. Но лучше, чем в банке, например. Так что, вот такое вот видео, народ. С вами был Рэпер Трейдер. Всем удачной торговли. Всем желаю также зарабатывать, путешествовать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.